Приветствую вас и проблему вашу можно рассматривать достаточно многих, многосторонних факторов. Первое, наверное, самое такое узкое, что хочется сказать, это то, что вашей дочери действительно тяжело обустраиваться на новом месте тяжело. Налаживать язык в сужой для себя стране, потому что в семь лет она, как я понял, переехала в ту страну, где вы живете сейчас. И семь лет срок, конечно, достаточно маленький для прямо совсем сложно адаптации к месту проживания, но и совсем уж безболезненно это, к сожалению, тоже не пройдет. То есть здесь вот именно ситуация доказательства, что у вашей дочери тяжело. Кроме того, у нее ощущение, что первый-то отец ее бросил, и он не хотел идти на контакт, а вы сделали самодвижность, чтобы они общались. И, скорее всего, у вашей дочери есть ощущение, что отец ее бросил, потому что в ней что-то не так, а вот с ней что-то не так. В силу детского экосемпризма. И вполне вероятно, что вот отношения с предыдущим-то отцом не закончились для нее еще. То есть, да, вы отпустили своего первого мужа, да, вы отпустили, вы с ним больше не живете, не общаетесь, он не хочет видеться с дочерью, это все понятно. Но, как это пережила ваша дочь? Об этом вы не пишете ничего, а это очень важно. Дело в том, что это напрямую влияет на то, как она взаимодействует с вашим настоящим мужем. То есть, по сути, с вашим старым мужем. Дело в том, что если дочь считает, что ее родной отец бросил, то она считает себя, ну, как минимум, не идеальной. И инфинективно, инфинективно, боится, возможно, что и второй отец, то есть второй ваш мужчина, ее, например, тоже бросит. Или делает это, ну, все, что он делает, и для того, чтобы еще больше ее унизить. То есть, очень важно, то, как она воспринимает то, что говорит ей ваш второй муж. Почему она огрызается, например, вот, с чем связано ее такое вот поведение, да, с чем она продиктована. Причин может быть много. Это, начиная от подросткового сопротивления, да, подросткового фунтанства, заканчивая разницей в менталитетах. Если, например, как бы русский человек дает больше свободы своим детям, ну, как, даже русский военный иногда дает больше свободы своим детям. А, например, английский военный может давать свободы своим детям куда меньше. И вот эта вот разница в менталитетах, она очень сильна. Потому что дочь все-таки 7 лет жила в России и видела, как живут русские дети с определенной степенью свободы, с определенными возможностями для себя, с определенными, там, не знаю, свободами и так далее. И тут она помещает в другую страну, и ее тоже во всем ущемляют. Это очень тяжело. И самое главное, что ребенку, ну, затруднительно понять именно вот тонкость менталитета. Тонкость менталитета, разница, разница между вот людьми, между взглядами и традициями людей разных стран. И это то, что вам нужно до нее донести, возможно, через, как раз таки, детского психолога. Но я бы сказал, что нужен, наверное, все-таки русскоговорящий психолог. То есть, возможно, иммигрант из России или что-нибудь так, что-то типа того. Потому что вполне вероятно, что, ну, как бы, британец, психолог не сможет помочь вашей дочери. Опять-таки, с силой менталитета. Здесь моменты вот именно такие. То есть, адаптация на новом месте, по сути, ассимиляция, это процесс совершенно иной. Несели чем обычная вражда, обычное недопонимание с учимом, если это люди одной страны. Это первый момент. Второй момент. Второй момент заключается в том, что ваш муж военный англичанин, он ведь тоже, по сути, в чем-то неправ. И его неправота, она касается, знаете, его неправота, она касается, скорее, того, что он пытается под свои взгляды, под свои стандарты, условно говоря, подстроить вашу дочь. При этом, не отдавая себе отсчета, как я понимаю, в том, что она другой человек, и что у нее свой менталитет, и что она, вполне вероятно, просто, ну, не отдает себе отсчета в том, что этот менталитет, понять сложно, вообще-то говоря. И в этом плане вам нужно, безусловно, работать, попытаться объяснить ему эти вещи. То есть, донести до него главное, что вот он с вами поднакомился, как-то у вас получились отношения. Почему? Потому что вы, будучи взрослым человеком, смогли, как бы, ну, принять его особенности, да? А он ваши, он ваши особенности смог принять. А теперь, когда дело касается вашей дочери, он это почему-то не делает. То есть, почему-то он не принимает особенности вашей дочери, так же, как принял вас. И если он принял вас на своих условиях, вы можете сказать, что могу, я с ним просто соглашался со всем, и из-за этого, как бы, из-за этого, он, ну, из-за этого у нас все получилось. Допустим, допустим, так. Допустим, так. Но дочь-то этого сделать не может, правильно? Дочь этого сделать не может. И мужчина либо это понимает, и старается на него не давить, старается объяснить ей причину своей строгости. То есть, вообще говоря, от него требуется не так уж и много, на самом деле. От него требуется, во-первых, просить правильно до дочери, почему он делает именно так, а не иначе так. То есть, просто объяснять ей, почему он делает именно так. То есть, как бы, разговаривать с ней больше. Да, то есть, он может даже, там, знаете как, он может даже не стремиться поменять свою позицию по каких-то гиндых вопросах. Отдавить себе отсчет в том, что это не так уж и для него и возможно. Но он может сделать, он может сделать важную вещь, начать говорить с дочерью, пытаться объяснить ей какую-то вещь. И вот тогда, тогда у вас появится реальный шанс, что отношения между ними наладуются. Это такой аспект. Вопрос возникает к вам. Вот вы пишете, что, значит, ваш муж старается воспитывать не своего ребенка, воспитывает его строгости и так далее. Понимаю очень хорошо, но если у него свои дети, вот в чем, на мой взгляд, еще очень такой большой и серьезный вопрос. Есть ли у человека свои дети? Если нет, то почему их нет? А если есть, то каковы отношения у него с ними? Это тоже важно очень, ну, очень разобрать и понять для вас. То есть на это нужно обратить внимание, по крайней мере. Например, если у мужчины нет своих детей, то почему нет? Потому что не хотел, или хотел, но не получилось, или что-то еще, что не позволило. Вот это нужно выяснить обязательно. Теперь дальше. 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 То, что мне хотелось бы вам еще сказать. Социация, на мой взгляд, такова, что вы строили свое поведение таким интересным образом, что ваша дочь увидела, как вы, например, общались, если угодно, да, с отцом, с ее отцом, как вы себя с ним, например, вели. И она это видела. Видела она это достаточно хорошо. И вполне возможно, что ее модель поведения, вот та, которая вам сейчас не нравится, она продиктована тем, как вы вели себя с ее отцом. И тогда не сложно догадаться, ну, я надеюсь, что не сложно догадаться, что вам необходимо для себя сделать такой, на мой взгляд, важный вывод. Что если у вас на ее глазах было некоторое отношение к мужчине, то оно же, это отношение к мужчине будет и у дочери тоже. И поэтому давайте мы с вами попробуем сделать так, чтобы вы сами проанализировали причину расставания со своим, например, мужем, своим первым мужем, да, и постарались для себя скорректировать свое отношение к нему и своей дочери. Если вы бы своим поведением, это еще не поздно сделать, пока, своим поведением вы бы так же доносили бы, как правильно, как нужно себя вести мужчину. Если вы сами мужчине не подчиняетесь, например, или не подчинялись до этого, не подчинялись своему, ну, там, первому мужу, допустим, то, соответственно, как вы можете надеяться, как вы можете рассчитывать на то, что ваша дочь будет вести себя как-то иначе. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что это невозможно. Еще раз, сперва вы корректируете свое поведение, а потом корректируете поведение уже дочери. И это именно то, что вам нужно сделать. Это именно то, что от вас требуется в данный момент. Вот такие вот аспекты я хотел бы на вас донести. Они многогранны, они требуют подходов совершенно, на мой взгляд, разных аспектов. Они важны, потому что, ну, объективно, вы и ваша дочь оказались в тяжелых ситуациях. Далее, как правильно указала моя коллега, что нельзя сравнивать отношения с дочерью и отношения, собственно говоря, с мужчиной. Это неоприемлемо. С вашей дочерью у вас свои отношения. Они уникальны, они индивидуальны и так далее. А со вторым мужем у вас то же самое. Тоже другие отношения со всем, не такие, как с дочерью. И сравнивать их нельзя. Если вы это делаете, то, к сожалению, рискуете произвести подмену своих ценностей. Дабы этого не случилось, постарайтесь все-таки разграничивать, постарайтесь все-таки разделять это отношение и не вмешивать одно другое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Хотелось бы сказать, что вы в первую очередь заботитесь о себе и о дочери. Если вам не нравится, например, не нравится, как живет ваша дочь, если вам не нравится, например, как у нее складываются очки, то вы, как мать, имеете полное право ее защищать. Другое дело, хотите ли вы этого или нет, но это очень важно. Вам надо отделять свои интересы от интересов своей дочери, уменьшить оба типа интересов перед мужчиной, который, кстати говоря, защищает также свои интересы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok